МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На НТВ новости в студии Василий Максименко. Спутниковые снимки. Пропавший Ким Чен Ын наконец показался на публике. Пришел в сознание. Состояние Павла Губарева стабильное. Дарт Вейдер. Против правого сектора на Украине начались предвыборные дебаты. Высшие кинопробы. Артефакты из культовых голливудских блокбастеров идут с молотка в Лондоне. Северокорейский лидер Ким Чен Ын сегодня оказался в топе мировых новостей благодаря нескольким фотографиям, подтверждающим, что он есть. Снимки со спутника. В буквальном смысле. Так называется поселок ученых, который посетил молодой вождь. С начала сентября он не появлялся на публике. И с учетом информационной закрытости КНДР это породило массу предположений от резкого ухудшения состояния здоровья Кима до едва ли не госпереворота и мести элит. Николай Захаров продолжит. Фотографии, опубликованные в северкорейской прессе, произвели сразу две сенсации. Сенсация первая. После беспрецедентного по продолжительности отсутствия в течение целых 40 дней, ранее лидеры страны так надолго не пропадали из поля зрения, Ким Чен Ын снова появился на публике, заставив поверить сомневающихся. Он все-таки жив. Сенсация вторая. Жив, но не совсем здоров, о чем свидетельствует трость в его руках. А значит проблемы с самочувствием у главы государства все-таки есть, хотя официально на этом внимание не заостряют. Ким Чен Ын проинспектировал район для ученых под названием «Спутник». Он был очень доволен, когда осмотрел фасады жилых домов и общественных зданий, красиво украшенных разноцветной керамической плиткой. Само признание болезни лидера для северной Кореи своего рода революция. До этого глава государства считался существом полубожественным. Недостатков, вроде недобогания слабости, придущих живым людям, по определению иметь не мог. Так дедушку нынешнего главы государства Ким Ир Сена нельзя было снимать под определенным углом, чтобы не запечатлеть опухоль на шее размером с теннисный мяч. Кстати, именно на церемонии по случаю 20-й годовщины смерти деда нынешний лидер впервые был показан по телевидению заметно прихрамывающим. На этой церемонии Ким Чен Ын даже отказался от традиционного выступления, а после дошло и вовсе до невиданного. Лидер нации пропустил важнейшее официальное мероприятие – сессию Верховного народного собрания. Телевидение КНДР объявил тогда, что маршал на военных учениях травмировал сухожилия, а позже перенес операцию. Наш уважаемый Ким Чен Ын взял отпуск на 100 дней. Еще в конце августа на военных учениях он травмировал сухожилия. Поговаривали даже, что для операции была вызвана бригада французских медиков. А после того, как лидер страны исчез совсем, появляющиеся слухи были один тревожнее другого. В западной прессе писали о том, что здоровье Ким Чен Ына подорвано любовью к швейцарским сырам и пиву. Некоторые СМИ пошли еще дальше, поспешив сообщить со ссылкой на министра обороны страны, что Верховный маршал, такой титул среди прочих носит Ким Чен Ын, находится за пределами Пхеньяна. По версии журналистов, глава государства мог быть смещен со своего поста в ходе военного переворота. И мало кто усомнился, вспомнив, что отношения в семье главы государства, мягко говоря, напряженные. И сам Ким Чен Ын приказал казнить даже собственного дядю. Уолл-стрит-журнал предположило, что хромота лидера не просто травма ноги, а серьезная болезнь. Вспомнили о том, что Ким Чен Ыр, отец нынешнего лидера, прихрамывал после инсульта. Но вся эта волна предположений и домыслов была разрушена появившимися фотографиями. Хотя и не полностью. Ведь до сих пор доподлинно неизвестна причина хромоты лидера страны, которому немного за 30, а также то, будет ли прежним правящий режим. Один из лидеров ДНР, бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев, пришел в сознание после покушения. Об этом сообщается в твиттере самопровозглашенной республики. Других подробностей пока не приводится. Напомню, машину Губарева в понедельник утром обстреляли неподалеку от российско-украинской границы. Автомобиль врезался в бетонный столб, из-за чего Губарев получил черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в одной из клиник Ростова-на-Дону. Несколькими часами ранее сообщалось, что состояние пострадавшего стабильное. В движении Новороссия, которое временно возглавила супруга Павла Губарева Екатерина, полагают, что произошедшее дело рук украинских диверсантов. Добавлю, незадолго до этого инцидента само движение Новороссия оказалось в центре предвыборного скандала. Донецкий избирком отказался регистрировать его на выборах в местный парламент, сославшись на нарушение. Губарев назвал это придирками и в понедельник планировал подать документы еще раз. В Киеве, между тем, стартовал новый этап борьбы за места в Верховной Раде. Начались предвыборные теледебаты. Виталий Калугин изучил программу. 28 политических партий, 7 эфиров. На них по 4 представителя. Национальные теледебаты стартовали на государственном телеканале. Они бесплатные, а наши ребята привыкли, что если они платят, то и заказывают музыку. Они несут все, что угодно. Какие они классные, хорошие, кайфовые. Тут с ними возиться не будут. Вопросы будут те, которые будут. И все они могут быть недовольны полученными вопросами. Но это уже их дело. В эфире час. Вопросы разделены на 4 тематических блока. Политика, внутренняя и внешняя, экономика, культура, социум. На днях будет жарко. Правому сектору по итогам жеребьевки. Противники определили самого Дарта Вейдера от интернет-партии Украины. Дуэль будет жесткой. Лазеры на готове. А провокации Вейдер устраивает не хуже Яроша, отмечают эксперты. В первом туре на политическом ринге Народный фронт Яценюка, Демократическая партия, Зеленая планета, Аграрное объединение, Заступ. На теледебатах столкнулись бывшие союзники. Три из упомянутых политических силы возглавляют сторонники бывшего президента Ющенко. Именно при нем эти политики занимали высокие государственные должности. Как вы плануете, Народный фронт планует развалить Россию? Я думаю, будет идти таким шляхом. Успешный приклад Украины станет началом заворушений и началом режима в самой России. Россия развалится сама, ответила Виктория Сюмар. Курс гривен как ее поддержать? Что собирается сделать партия в этом смысле? Партия что будет делать, когда будет падать курс гривен? Она уже падает. Окей. Спасибо. Представители Коммунистической партии от участия в дебатах отказались. Все сегодняшние партии – это партии войны, заявил лидер коммунистов Петр Симоненко. За счет войны они обогащаются. Тот факт, что нынешние выборы проходят фактически под дулом автомата, является угрозой не только демократии, но и грозит потерей государственности в Украине, поскольку это и в дальнейшем будет сопутствовать распространению возможного сценария событий, ведущих к потере территориальной целостности государства, суверенитета и политической независимости. И сразу же скандал. Одесского регионала Кивалова обвиняют в подкупе избирателей. В 2004-м Сергей Кивалов занимал пост главы Украинского центра избиркома. В то время фиксировались многочисленные нарушения. А сейчас имеются фото с предвыборных встреч кандидата. Столы накрыты, как на хорошем банкете. Пенсионеров агитируют с помощью пирожных, бутербродов с колбасой и выдают по 200 гривен каждому. Если бы Кивалов организовал бы это застолье 27 октября после выборов, например, и поблагодарил всех, кто за него голосовал, вопросов нет. Нет мотивации, тогда он уже победил, стал депутатом, пожалуйста, хочет, так сказать, за счет средств, которые он, я надеюсь, задекларировал, помочь другим людям. Но если это происходит в рамках выборов, как, например, надпись на маршрутке, да, что проезд оплачивается тем-то, тем-то, это есть четкий состав преступления, показания услуг, подкупа и так далее, и так далее. По подозрению в преступлениях, связанных с подкупом избирателей, открыты 11 уголовных дел. Скандалы будут сопровождать кампанию до самого последнего дня, уверены политологи. Лидеры самопровозглашенных республик Донбасса объявили, что на подконтрольных им территориях никаких выборов в Верховную Раду проводиться не будет. 2 ноября ополченцы намерены провести выборы глав республик Донецкой и Луганской и определить состав депутатского корпуса. Виталий Калугин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов, НТВ, Украина, Киев. С сегодняшнего дня в России запрещен импорт сырных продуктов с Украины. Деловые новости. Алексей Кузнецов. Алексей, так вроде украинские сыры уже запрещали. Да, запрещали сыры, но не сырные продукты. В чем отличие, сейчас расскажу. В конце июля Россия запретила поставки молока и молочной продукции с Украины. Туда вошли и сыры. А вот с сегодняшнего дня Роспотребнадзор запретил импорт сырных продуктов. До этого момента их можно было поставлять. Так было потому, что сыры и сырные продукты это не одно и то же. Сыр это натуральный продукт с молочными жирами, поэтому и попадает в категорию молочная продукция. А вот в сырном продукте используют растительные жиры. То есть это тот же сыр, но дешевле. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, в украинском продукте ДУКА нашли нарушение как раз в содержании растительных жиров. Также есть претензии к маркировке ряда сырных продуктов. Кроме того, в партиях обнаружили бактерии группы кишечной палочки и золотистого стафилокока. С начала года в Россию с Украины запретили вывозить в частности картофель, соки, кондитерскую продукцию, плоды овощные и рыбные консервы. Китайский автоконсерв Лифан построит собственный завод в России. Конвейер появится в Липецкой области. Соответствующее соглашение накануне подписали глава Лифан Индастрим Инменьшань и губернатор области Олег Королев. Коммерсант отмечает, что китайцы решили строиться в Липецкой области по ряду причин. Собеседники издания говорят, что Новолипецкий металлургический комбинат, он как раз базируется в Липецке, пообещал Лифан специальные цены на свою продукцию. Сейчас у нас машины этой марки уже собирают на заводе Дервейс в Черкесске, но на контрактной основе, то есть используют завод как подрядчик. Строительство завода в России позволит китайскому концерну снизить издержки и увеличить продажи. Сейчас Лифан самая продаваемая у нас китайская марка автомобилей. Но эксперты говорят, что компания выбрала не самое удачное время. Российский авторынок сейчас падает. Азиатские биржи с утра торгуются в разные стороны. Какой-то главной темы на торгах у инвесторов сегодня нет. Сейчас на рынок давит неопределенность перспектив мировой экономики. Все следят за действиями ФРС США. Станет ли он откладывать повышение ставок? РТС и ММВБ, впрочем, подросли. Помог Мечел. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство готово поддержать банки, которые кредитовали металлургическую компанию. Доллар на сегодня 40 рублей 33 копеек, евро 51 рубль 8 копеек. У меня все. Спасибо. С деловыми новостями, Алексей Кузнецов. Оставаться в седле можно даже будучи прикованным к инвалидному креслу. Доказать это сегодня всеми силами пытаются в Преамурье. Сеансы ипотерапии давно стали привычными, скажем, в борьбе с ДЦП. Еще один шаг – помощь тем, кто вовсе не может передвигаться. Игорь Сорокин наблюдал. Первое знакомство с породистым скакуном по кличке Неват, можно сказать, состоялось. Только что принятая в конный клуб Оксана Пятых, сегодня попробует его не только покормить, но и оседлать. Хотя сама в это верит с трудом. Когда 8 лет назад я лежала в больнице после аварии, мне мой брат сказал, что я навряд ли даже в коляске буду сидеть. Освоить язык конного спорта Оксана и ее подруги мечтали давно. Много слышали про ипотерапию и сами уговорили владельцев клуба пойти на эксперимент. Воплотить смелую идею в жизнь помогло совсем несложное техническое решение. Саму по себе обвязку я взял у своего друга, он занимается промышленным альтинизмом. Это очень крепкая, проверенная и дорогая вещь. А лебедку, подъемник непосредственно я...